Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, продолжаем анализировать события, которые случаются на финансовых рынках и которые приводят в движение наши с вами спекулятивные инструменты, которыми мы торгуем. Текущая торговая сессия, сразу хочу сказать, друзья, обещает быть интереснее, чем первые две, поскольку сегодня мы с вами ждем данные по рынку труда США. Да, это еще не статистика, но это отчеты DP. Частная оценка, которая готовит нас к официальным цифрам и при правильном подходе можно делать уже конкретные, а иногда даже и объективные выводы о том, какую статистику мы сможем увидеть уже при выходе официальных данных. Поэтому сегодня к этому релизу будет крайне много внимания. Это все равно, что вот пример вам приведу для рынка нефти. Мы разбираем с вами классические два отчета от Американского института нефти и от Министерства энергетики США. Но все они касаются данных по запасам. По рынку труда то же самое. Если вас интересует доллар, да и если даже не интересует, друзья, обязательно нужно обратить внимание на эти данные, поскольку доллар, который придет в движение от них, разумеется, заденет и прочие финансовые активы. И плюс ко всему, если мы говорим про сектор рынка труда, то есть про один из основных источников, собственно, роста американской экономики, на чем базируется все экономическое благополучие, конечно же, нужно уже затрагивать и возможные последствия для фондовых секций, для американского фондового рынка, который с некоторых пор у нас корректируется. Правда, очень часто мы видим вот эти локальные коррекции, они не приводят к развитию нового понижательного тренда, а быстренько выкупаются рынком. Надеюсь, что в ближайшее время для американской фондовой секции наступят не самые лучшие времена. Надеюсь, почему? Потому что я ищу возможности для хороших продаж и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P. И полагаю, что эти времена наступят в самые, скажем, ближайшие, ну, если уж не дни, то, по крайней мере, недели. А если любимый, также сегодня поговорим. Помимо отчета по рынку труда, то есть данных от EDP, я сегодня рекомендую обратить внимание также еще и на канадского доллара, поскольку сегодня у нас заседание регулятора Канады, Банка Канады, сегодня будет принялась решение по процентной ставке. И в случае, опять же, с заседанием Резервного банка Австралии мы каких-либо изменений по процентным ставкам не ждем, но вот на сопроводительное заявление изначально возлагается очень много надежд. Если канадец в арсенале ваших торговых инструментов, вы сегодня, так же, как и я, будете крайне бдительны к тому, что на рынке произойдет, внимательны к самому факту решения, к выходу протоколов. И будем надеяться, что рынок поведет себя в соответствии с логическим подходом, который я озвучиваю. Это пусть и мое субъективное мнение, но надеюсь, что с точки зрения аргументации оно имеет место быть. Сегодня я рассчитываю увидеть рост пары USDCAD из текущих котировок, которые у нас сейчас находятся на отметке 1.27. Я все-таки продолжаю настаивать на том, что пара USDCAD будет стремиться выше отметки 1.28. Ну и замыкать торговую сессию будет отчет по запасам нефти от Министерства энергетики США в 18.30 по московскому времени. Мы ждем эти цифры. На контрасте, опять же, будем торговать этой статистикой после вчерашнего отчета от Американского института нефти. Пусть запасы нефти снизились, но посмотрите, что произошло с запасами бензина. Существенный рост, мне кажется, даже один из самых максимальных уровней за последние несколько лет. Соответственно, если официальные данные хотя бы по запасам бензина или нефти все-таки окажутся со знаком плюса, так же, как и по аналогии с статистикой от АПИ, мы сможем получить еще один локальный триггер для ослабления котировок нефти. Ну а теперь давайте подробнее поговорим про нефтянку, констатируя уровни, с которыми мы сейчас работаем. Закрытие торгового сессии турника по бренду 62,91, сейчас 62,63 ниже, чем мы видели актив несколько часов назад. Сегодня и в оси открытия с гэпом. Я надеюсь, что эта коррекционная динамика будет усиливаться. Что является основной сейчас движущей силой для всего сектора энергетики? Конечно же, это резонанс еще от решения ОПЕК про действие соглашения до конца 2018 года. Вроде бы как уже переварили этот фундамент, смирились, свыкли с ним. Те, кто хотел сделать выводы, уже сделали. Я надеюсь, что медведей стало больше, поскольку сам факт пролонгации этого политического пакта, это еще не залог того, что проблему с перепроизводством удастся решить. Соответственно, если у нас нету больше спекуляций на тему каких-либо предстоящих встреч и предположений, что же еще может быть предпринято представителями ближневосточного картеля, я предлагаю искать подсказку и ответы в будущем поведении нефти в статистике американского происхождения. Ее у нас достаточно. Не забывайте про последний отсчет Бэкгер-Кьюс по росту количества терминалов. Не забывайте про то, что вчера у нас вышли данные от Американского института нефти. Двузначная динамика, хотя по факту реакции уже текущей можно сказать, что на рынок эта статистика оказала больше такое разгрузочное воздействие. Скорее всего, потому что трейдеры обратили внимание на резкий рост запасов на 9,2 миллиона. Вы представляете, насколько это много. Сегодня, друзья, в центре внимания уже официальные данные. Я пару слов уже про это сказал. Повторяться не буду. Ждем 18.30 и логично отыгрываем тот отчет, который будет опубликован. Что касается торговой сессии вторника, пусть сейчас мы активно снижаемся, но все-таки отдадим должное. Бэки смогли вытащить немного вверх, собственно, нефтянку в ходе прошлой торговой секции. Почему это произошло? Потому что трейдеры обратили внимание на отчет, собственно, ОПЕК по добыче нефти за ноябрь. Производство нефти снизилось на 300 тысяч до 32,48 миллиона. Это минимальное значение с мая. Ну, опять же, я не очень доверяю статистике от ОПЕК, потому что, если сравнивать те показатели, которые мы видим именно с точки зрения источников информации от ОПЕК, а потом проводить параллели с оценкой уровня добычи от американского, точнее, энергетического агентства и от Министерства международного энергетического агентства и от Министерства энергетической информации, то цифры будут очень сильно разниться. Я больше считаю то, что объективными сведениями обладают как раз не представители ОПЕК, поскольку нас интересуют больше регионы, которые являются непредвзятыми, скажем, объективными и беспристрастными. Что касается ОПЕК, то, возможно, в каких-то данных они приукрашивают то, что с максимальной сознательностью сейчас исполняют взятые на себя обязательства. Думаю, что на самом деле цифры по добыче гораздо выше. И, друзья, все вот эти показатели, они начнут всплывать со временем, возможно, уже в первых месяцах 2018 года, при условии то, что США не будут сбавлять обороты по росту динамики добычи. А я думаю, то, что тренд роста производства не изменится. Значит, снова актуализирую собственное субъективное видение того, что будет с нефтянкой. И я думаю, что вам оно и так уже известно. Я рассматриваю с точки зрения продаж и не обращаю внимания на локальные откаты, потому что понимаю, что системная картина не меняется. Ставлю на рост и зашкаливающие показатели нефтедобычи в Штатах. Ставлю на то, что США в первом полугодии 2018 года займет, возможно, даже первую оппозицию в списке топ-производителей нефти. Им остается всего лишь поднабрать несколько сотен тысяч баррелей в сутки, учитывая то, что за неделю у нас прирост, точнее, у американских производителей может быть около 20 тысяч. Им ничего не стоит, собственно, достигнуть этого показателя. Количество терминалов будет расти, соответственно, мы снова можем делать ставку на актуальность проблемы переизбытка, перепроизводства, которую не удается решить. Поэтому, друзья, 60 ждем, тащим, собственно, и подтаскиваем свои позиции. К этому ценовому хожу и влияем на те котировки, которые уже давно в наших терминалах вербально толкают тоже на вниз. Рубль 58.73 предлагают также не останавливаться сегодня на курсе рубля. Цели известны. Ждем снижения котировок нефти в районе 60 и рубль, соответственно, против доллара тоже будет докатироваться на соответствующих похожих значениях. Минимум даже если не на непосредственной близости от отметки в 60 рублей за доллар, то, возможно, даже повыше. Доллар и японская иена. К сожалению, друзья, мы никак не можем нащупать хорошее основание для роста доллара. Сравнивая те котировки, которые мы видим сейчас по доллару японской иене, 112-23, это чуть ниже, чем мы говорили и видели на наших терминалах, на азиатской сессии вторника. Что же все-таки сдерживает сейчас рост доллара? Ну, если разбирать вчерашнюю торговую сессию, у нас было на повестке нескольких расчетов. Это индекс активности в сфере услуг маркета. Это 54,5 с 54,7. Это еще и статистика АСМ тоже, которая оценивает эту сферу слуха. 57,4 с 61. Да, хуже, чем в прошлый раз. Может быть, отступили мы от многомесячных максимумов, но сделаю небольшое лирическое отступление. То, что все равно эти отчеты находятся выше вот этой промежуточной планки 50, которая отделяет стагнацию от восстановления. То есть, у нас индикаторы все выше 50, значит, мы смело можем говорить о том, что пусть восстановление идет не такими динамичными темпами, как месяц-два назад, но все равно восстановление очевидно. Возможно, трейдеры обратили внимание на статистику по дефициту торгового баланса США, который вырос на несколько процентов до 48,7 миллиарда. Но, может быть, это лишь, скажем, тот фон, который усилил факт ухудшившихся настроений на рынке, но вряд ли он оказал основное воздействие, потому что этот релиз мы обычно даже игнорируем. Я допускаю, друзья, то, что все-таки распродажи доллара могли быть связаны с продолжающимся обсуждением перспектив реализации налоговой реформы. Начали мы эту неделю с несомненного позитива, потому что стало известно, что Сенат одобрил проект налоговой реформы, трейдеры тут же домыслили это, соединив в единой с прогрессом, который был сфиксирован в Палате представителей, решили, что у налоговой реформы все, зеленый свет, потому что проголосовали обе партии, скажем так, и дело осталось только за сведением этого документа и за подписью Трампа. Но напоминаю, что на реализацию конечного этого документа может понадобиться больше времени, чем предполагалось ранее, потому что нужно, чтобы этот документ был сведен без каких-либо разногласий. Конечно же, в Палате представителей проголосовали за свой проект реформы в Сенате, за свой. Несмотря на то, что у них львиная часть все-таки положений, параметров совпадает, есть и все-таки отдельные пункты, которые являются прелегативой и дополнениями, новаторствами со стороны соответствующих, собственно, политических структур Сената и Палаты представителей. Почему на рынке вчера появились негативные состояния? Потому что я, видимо, как и многие другие трейдеры, столкнулся с подтверждением того, что в последнюю редакцию законопроекта Сената были вынесены правки по так называемому налогу, альтернативному минимальному налогу для технологического сектора, который даже несмотря на наличие именно основных положений налоговой реформы, который предполагает сокращение корпоративного налога с 30 до 25 до 20 процентов, есть еще и обязательные требования по налоговым обязательствам, которые будут характерны и распространяться на ряд компаний, в данном случае на компании технологического сектора. Итак, хотелось было мне найти, о какой ставке идет речь, но кто-то говорит, что это 14 процентов, кто-то говорит чуть больше. В любом случае, друзья, это, конечно же, не совсем тот фундамент, на котором может выстроиться беспрепятственное прохождение уже окончательной версии налоговой реформы. Это очередной камень преткновения, но надеюсь, что его очень быстро удастся зашлифовать, скажем, под единый базис. И мы вернемся к позитиву, который позволит нам отыгрывать именно ожидания реализации налоговой реформы с точки зрения роста доллара. Но пока у нас американец не торопится расти. Очень большие надежды возлагаются на статистику по Non-Farm Perils, отчет этой пятницы, поскольку эта статистика снова заставит трейдеров перерантироваться на перспективу повышения процентной ставки, которые, на мой взгляд, сейчас уже очевидны для всех, ставку поднимут, ее поднимут уже в следующую среду, то есть на заседание 13 декабря. И пусть сейчас доллар неохотно, опять же, восстанавливает свои позиции на таком, как и речи, но по мере приближения заседания ФРС, я думаю, ему придется все-таки побыть логично предсказуемым инструментом и по факту разточения монетарной политики показать нам рост не меньшим в одну фигуру. Я все-таки питаю надежды на реализацию такого сценария и не отказываюсь от длинных позиций по доллару против иены. По британцу никаких новых новостей, друзья, нету. Фунт у нас котируется на отметке 1.3432. Сейчас я рекомендую для тех, кто все-таки продолжает держать длинные позиции, склоняться в пользу того, что шансов на достижение профитных уровней, может быть, для кого-то оказывающихся сейчас слишком высокими, уровни на отметке 1.36, может быть, даже повыше. И трудно будет достигнуть до этих уровней, но я считаю, что шансы на это есть. Почему? Потому что у нас уже, мы можем говорить в прошлом, те сектора, которые проанализировали промпроизводство, строительство и сферу услуг. Статистика хорошая по всем показателям. Значит, готовимся к более лучшим показателям экономического восстановления, к статистике по ОВП. Помимо макроэкономических данных, мы следим за переговорами по Брекзиту. Собственно, есть сейчас больше надежд на то, что эти переговоры продолжат двигаться вперед, а с еще большим прогрессом, нежели чем удалось достигнуть на прошлой неделе. Но и на резонансе, опять же, прежних договоренностей, того, что ситуацию сдвинули с мертвой точки, тоже достаточно сейчас для сохранения позитива и оптимизма в отношении того, что фунт продолжит восстанавливаться. Лично я, друзья, британцам, снова повторюсь, не торгую, потому что фунт уже дал заработать, и я думаю, что нужно, как говорится, иметь искровенность здесь в данном случае. Для основных ориентиров по событиям в середине, собственно, декабря, уже через неделю пройдет встреча Еврогруппы, где основным центральным вопросом, одним из центральных вопросов, будут положения и договоренности касательно Брекзита, будут обсуждать снова и вопросы, связанные с границей с Ирландией. Сейчас это тоже больная тема. И, как и раньше, надеемся на прогресс и на то, что Еврогруппа, что Европейский Союз в целом и Англия прекрасно понимают, что очень много времени уже прошло, когда никаких решений не принималось. И переговоры затягиваются, нужно их, соответственно, двигать вперед, нужно идти на взаимные уступки, нужно находить золотую середину, скажем, альтернативный такой консенсус, который устраивал бы всех. И тот прогресс, который был зафиксирован по фискальному обязательству на прошлой неделе, именно он толкнул фунт вверх, я надеюсь, это первый сигнал того, что все уже устали от изнуряющих и без результативных переговоров. Нужно что-то делать. Я в отношении фунта прежний оптимизм, друзья, и считаю, что фунт имеет хорошую базис для роста. Но, опять же, буду только радоваться за вас, если вы сможете заработать на дальнейшем восстановлении, и я сейчас вне рынка. Австралийцы против доллара сегодня на азиатской сессии, как и днем ранее, в центре внимания, потому что мы не успели только отраговать протоколы заседаний и решения по ставке. Сегодня на азиатской сессии вышли данные по экономическому росту, который разочаровали, поскольку в прошлый раз мы видели в квартальном урожении рост на 0,9%, сейчас 0,6%. И, честно говоря, сравнивая эту статистику с риторикой представителей Резервного банка Австралии, и акцентом на те проблемы, о которых, я надеюсь, вы знаете, это рост задолженности домохозяйства, это низкие значения активности у потребителей и низкая производительность труда. Я думаю, что вот эти три фактора повышенной неопределенности, они в конечном счете и готовили базис для более слабых цифр по экономике, потому что если бы мы сегодня увидели динамичный рост ВВП, то несколько бы не ввязалась картина с теми проблемами, которые были озвучены Резервным банком Австралии вчера. Почему мы не стали активно валиться по австралийцу в ходе вчерашней торговой сессии, несмотря на то, что на комментарии были довольно-таки мягкими? Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь нужно ответы искать и причины того, что произошло в конкретных заявлениях, которые были сделаны. На протяжении последних трех месяцев или даже больше Резервная банка Австралии постоянно делала акцент на то, что инфляция будет низко в течение длительного периода времени. Вы помните, что точно такая же формулировка, характерная и для Европейского центрального банка. Но в этот раз мы ее не услышали. То есть вчера акцент Резервный банк Австралии не сделал на то, что он видит проблемы для будущего роста инфляции. Я также допускаю то, что, возможно, Резервный банк Австралии чрезмерно оптимистичен в отношении прогресса на рынке труда, потому что считается, что если рынок труда будет дальше устанавливаться, он простимулирует рост заработных вклад, а рост заработных вклад вытащит, в конечном счете, и активность потребителей. Не нужно еще делать такие выводы, потому что Банк Канады уже ранее делали такие выводы, позволили себе ужесточить монетарную политику, и в итоге попали в просад. Сейчас Резервный банк Австралии, надеюсь, не будет повторять этих ошибок, и несмотря на отсутствие определенных формулировок, все равно политика будет оставаться мягкой. Низкие процентные ставки – это залог для продаж австралийца. Вот почему у нас пара австралийского тюдлора по-прежнему в арсенале коротких позиций. Сейчас котировки 0.75-0.77, ждем 0.75. Новозеландец без каких-либо серьезных изменений, что вчера мы наблюдали на значениях чуть ниже 0.69, что и сегодня он находится на тех же самых ценовых рубежах и уровнях. Друзья, еще снова хотел обратить ваше внимание на биткоин, который продолжает будоражить общественность и манить на рынок всех тех, кто раньше оставался в стороне. Почему? Потому что капитализация в целом актива и система растет, биткоин обновляет исторические максимумы, сегодня он уже торгуется выше 12 тысяч долларов. Вот интересная такая параллель, опять же, сравнивая то, что происходило за последние годы, с биткоином именно на цифрах, на фактах, на денежном кивалете. Один доллар, вложенный в эту систему в 2010 году, сегодня принес вам полтора миллиона долларов. Если проводить с известной и известной всем бенчмаркой, опять же, еще, скажем, одной статьи хороших доходов для инвесторов США, это американский фондовый рынок. И S&P за этот период вырос. Это тоже рост, прогрессирующий, постоянный, многократная перепись исторических максимумов. И вот даже сейчас, несмотря на небольшую коррекцию, американский фондовый рынок все равно находится на своих хаях. В частности, с 2010 года, если биткоин принес миллионы процентов дохода, то S&P всего лишь 360-370 процентов, даже при условии, что вы постоянно бы реинвестировали доход, который вам удавалось бы получить из года в год. Очень серьезно, скажем, расходятся вот эти значения. Конечно же, трейдеры-инвесторы видят то, что творится, начинают постепенно отказываться от традиционных активов и оперетировать свои капиталы в крипту. Почему я снова сделал акцент на биткоин? Не только потому, что он вырос, друзья, а потому что приближается вот эта заветная дата запуска фьючерсных контрактов на Чикагской бирже. И есть позиция и версия, что именно в этот день на рынке начнутся серьезные распродажи, потому что фьючерсные контракты, они дают возможность не только торговать на повышение, но и ставить и на снижение инструмента. И если крупные деньги решат то, что ралли было не просто чрезмерно чудовищным, и рынок надеялся на таком состоянии, что его уже пора сдувать, то первые контракты, которые пойдут серьезными объемами, они будут направлены на продажу биткоина. Соответственно, у нас впереди потенциальный разворот, потенциальный, это ключевое слово, друзья, потому что другой сценарий, напротив, указывает на то, что как только контракты будут опущены в общий поток, крупные деньги начнут скупать этот инструмент, так же, как и делают сейчас небольшие. И приток дополнительной ликвидности может отправить биткоин в район 20 тысяч долларов или даже выше. Трудно сейчас предположить, какой сценарий будет иметь больше шансов на реализацию, друзья, но нужно рисковать, и нужно для себя решить, приверженцем какого лагеря трейдеров вы сейчас являетесь. Верите то, что биткоин будет безграничный, беспрепятственно двигаться вверх дальше, либо вы все-таки ставите на то, что перемены уже совсем близки, и они могут случиться уже через практически одну неделю. Пока что до 18 декабря у нас есть еще больше недели, я не вижу никаких причин, из-за которых этот актив, собственно, как и всю крипту, нужно продавать. Поэтому давайте придерживаться прежних длинных позиций. По основным событиям сегодня разобрались. В 16.15 ждем статистику по рынку труда США. В 18.00 ставку по Канаде, и надеемся, что это решение обвалит канадца и станет причиной, по которой пара USDK завершит этот день выше отметки 1.28. И в 18.30 статистика по запасам нефти в США. Так, друзья, на этом все. Огромное спасибо тем, кто присоединился к нам в прямой эфир через перископ. Напоминаю, что параллельно, а после прям эфира, который закончится уже через несколько секунд, эта запись будет доступна на нашем канале на YouTube. Не стесняйтесь, не забывайте то, что у вас есть возможность комментировать, оставлять вопросы, конечно же, ставить лайки под видео-брифингами, за которые огромное всем спасибо, кто это делает. Большое, друзья, спасибо тем, кто проявляет активность на канале. Приятно осознавать то, что количество подписчиков все больше и больше. Ну, хотелось бы только непосредственно сами комментарии побольше. Думаю, что можно найти минуту-две, чтобы высказаться о том, что вы думаете к тому иному инструменту, и, скажем, разбавить наш обзор по перспективам инструментов еще и альтернативными мнениями. Это важно, потому что чем больше мнений, тем больше возможностей все-таки прийти к тому самому консенсусу, который станет дорожной картой реального поведения инструмента. Вот на этой ноте давайте с вами завершать. Хорошей вам торговой сессии. Все доброго, до свидания.